Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Вторая глава книги Дворим, глава Вейдханан, Возмолился Муше. Но в нашей главе между столпами, самыми популярными отрывками, таким как «Десять заповедей», такие как «Шма Исраэль», о котором можно говорить и говорить, затесалась небольшая фраза, точнее две фразы, о которых мы поговорим, которые на самом деле окончательно проводят грань. Между тем, что такое нормальный, современный, модный бог, бог эпохи просвещения Спиноза и Аристотеля и бог Абрама, Ицхака, Якова, Мойш, ну, короче, наш архаичный еврейский бог. И вот между глыбами еврейского мировоззрения, таким как «Десять заповедей», «Шма», есть фраза, которая говорит, что нужно очень скрупулезно соблюдать законы, которые дал тебе Всевышний, и делать правильно и хорошо. И тогда Всевышний даст тебе ту землю, которую он обещал и клялся твоим праотцам. Я бегло перевел эту фразу, но я надеюсь, вы обратили внимание на то, что правильно и хорошо. Не синонимы ли это? Если правильно, то значит хорошо, хорошо значит правильно. Но мне кажется, что зачастую это может быть не только не синонимы, а иногда не то же даже антонимы, а как говорят у нас в Одессе две большие разницы. И не только мы с вами обратили внимание на то, что говорится правильно и хорошо, на это обращают внимание другие величайшие комментаторы. Например, Рамбан говорит о том, что да, в первую очередь нужно, конечно, соблюдать законы. Законы, они скрупулезны, а их соблюдение, а хорошо, хорошо, это уже наше с вами право выбирать, что такое, что хорошо, что плохо на основе этих законов. Другими словами, Рамбан разделяет и говорит, есть законодательство, а есть мораль. И мораль законодательствами не определена, ведь наши законы, что нигде у нас нет такой заповеди быть хорошим человеком. У нас здесь не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не смешивать молочное с мясным, не передвигать ограды своего огорода, не ставить рельсы, точнее перила на крыше своего дома, чтобы никто не упал, и много таких заповедей. Да, может быть, это законы, которые нас воспитывают быть хорошим человеком, но что значит хорошим человеком? Этот выбор остается нам. Или, как говорит Раши, основной комментатор Торы, хорошо, это значит, не мишурат один, вне, за рамками закона, не против закона, а гораздо больше, чем просто законодательство. Современное восприятие Бога, модного Бога, это Бог, который тебя ни в чем не обязует, Бог, который говорит тебе о том, что главное, чтобы человек был хороший. Я, может быть, ничего не соблюдаю, но человек-то ведь хороший. А кто решает, хороший или плохой? К сожалению, без законов, без четких рамок норм поведения, которые определяются именно универсальными законами, наше понятие «хорошо» или «плохо» оно субъективно в лучшем случае, а эгоистично в худшем или в нормальном. Потому что мы сегодня воспринимаем «хорошо» — это то, что мне хорошо. «Плохо» — это то, от чего мне плохо. Еврейское законодательство говорит нам, что нужно и то, и другое. Недостаточно просто быть хорошим человеком. Нужны еще четкие каноны. Как в творчестве, как в изобразительном искусстве, до того, как ты начинаешь создавать что-то новое, нужно постигнуть основы изобразительного искусства и любого другого творчества. А дальше ты вносишь свою собственную лепту. Говорит нам Мойшер Абейну, наш Бог, еврейский Бог, может быть, не такой модный, но он предусматривает собой законодательство, которое воспитывает в нас возможность сделать выбор, наш творческий выбор между хорошим и плохим, внося свою лепту в мироздание, еврейскую мораль, которую мы приносим хорошо в рамках закона. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok